О ветеране Великой Отечественной войны Николая Баженове он готов рассказывать часами. Человек исключительно отмечает внук бывшего прокурора Куйбышевской области и делится воспоминаниями из детства. Несмотря на все регалии, награды и высокие звания, Николай Александрович был человеком семейным и простым. Делить людей на социальные группы не любил. В нерабочее время ездил на рыбалку и со всеми общался на равных. Там было огромное количество людей, которые никакого отношения ни к власти, ни к чему не имели. И он точно так же сидел с ними на коврике, ел все то же самое и разговаривал с ними на обычные бытовые темы, как и с любым другим человеком. Особое мужество и отвагу Николай Баженов проявил в годы Великой Отечественной войны, став командиром 2-й минометной роты в составе 1113-го полка 330-й стрелковой дивизии. О чем свидетельствуют многочисленные боевые награды, в том числе Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны первой степени. После Великой Отечественной войны Николай Александрович выбирает новый фронт. Фронт защиты правопорядка борьбы с преступностью. В должности прокурора Куйбышской области Николай Баженов проработал с 1969 по 1981 годы. Именно тогда стал считать Куйбышев на Несамару своей второй родиной. При Николае Александровиче было построено нынешнее здание прокуратуры региона на Чапаевской. Сегодня в память об этом уникальном человеке одно из самарских улиц, что в поселке Мехзавод присвоили его имя. На этой улице будут жить люди и, возможно, кто-то из них поинтересуется, кто же такой Николай Баженов. И с удивлением для себя откроет судьбу интересного, важного, великого человека. Узнает о его боевом пути. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу, доске памяти, которую разместили на одном из жилых домов. Николай Александрович ушел из жизни 8 июля 2002 года, но воспоминания о нем до сих пор живы в сердцах его родственников и сослуживцев. Ольга Павлова, Константин Головин. События.